всем привет друзья сегодня у нас суббота 3 июня 2023 года чудесная пора конечно же наступило лето все зашевелились и вы знаете вот сейчас я вам покажу такую одну историю потом расскажу даже что у меня тут произошло я же вы помните наверное что два 2020 году еще до к вида я пыталась продать свою квартиру и я ее даже продала но не смогла найти себе жилье куда-то переехать на mainland я хотела в общем ничего у меня не получилось хотя я делала вам видео и по-моему даже вам такие видео нравились так вот сейчас я созрела опять почему я сказала что именно летом все просыпаются ну вот я проснулась для того чтобы снова эту ситуацию переломить и как-то найти попробовать для себя какое-то жилье более-менее подходящее нормальное это конечно очень трудно сделать но вот что меня именно подвигло на это сейчас я вам покажу друзья то что мой сосед снизу из квартиры номер пять продал свое жилье и сейчас вот я говорю у него там оформление документов идет полным ходом я вам об этом рассказывала но я ведь не рассказала самое главное да я в общем то и не знала за сколько именно он продал свою квартиру и я вам никогда не показывала внутри как выглядит его квартира да в общем то честно сказать я и сама-то давно ее не видела я знаю что купил ее он за 150 тысяч семья этого мужчины всего лишь навсего он и жена у них есть три собаки никогда не было детей ну и в общем то жили они достаточно зажиточно я так понимаю они жили в лондоне а сюда приезжали как холодный хоум я видела и слышала что последний год он занимался активно ремонтом там своей квартире его квартиру после ремонта я уже не видела поэтому я решила посмотреть что его квартира представляет из себя и я нашла брошюру конечно же в агентстве и вот давайте мы сейчас посмотрим вот так вот это вход у него выглядит на две стороны очень классно и сделал ремонт он как вы видите я не знаю сколько он заплатил за этот ремонт вот это вот самая большая комната сейчас я вам скажу она 23 квадратных метра камин этот не действующий он просто как бы для красоты здесь и у него там в конце самом видите там кухня то есть это получается такая студийная у него огромная здесь территория вот справа кухню мы видим кухня тоже модерновая новое все здесь он вложил конечно наверное средства и похоже что у него все это прекрасно окупилась потому что он сделал еще и модернизацию вот смотрите одна спальня у него одна вот эта спальня 15 квадратных метров посмотрите здесь тоже искусственный камин такой смотрите он не действующий и вторая спальня вот она эта спальня 13 квадратных метров и она у него даже специально сделано уже с детскими кроватками двухъярусными видите вот это еще тоже очень интересно под окном здесь у него такой типа диванчика сделан встроенный с выдвижными ящиками посмотрите как здорово также он оформил камин нерабочий ну и малюсенькая прямолюсенькая ванная комната 230 метров на 0 97 даже в ширину метра нет вот видите здесь душевая кабинка у него под раковиной трубы даже не заделаны но тем не менее ремонт все чистенько еще удивляет конечно что два квадратных метра ванная комната и там уместился туалет душевая кабина еще и раковина ну в общем понимаете надо сказать что сделал все равно он там ремонт шикарный он сделал полностью перепланировку потому что его квартира так же как и моя имела одну спальню но у нее была большая ванная комната и кухня отдельно а он полностью все перепланировал сделал две спальни кстати правильно сделал вы знаете потому что странным образом здесь никто не обращает внимание на квадратные метры в квартире здесь обращают внимание только на количество спален даже если эти спальни малюпаньки все равно две спальни объявленные в квартире будут всегда стоить дороже чем одна огромная спальня поэтому вот люди бывает что делят 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 на клетушечки и бывает что спальни иногда просто как шкафы два на три метра ну вот согласитесь тем не менее если мы вернемся к квартире которую мы посмотрели она выглядит просто великолепно но тут еще знаете надо отдать должное тем кто фотографирует для этих агентств потому что обычно фотографии они делают великолепно я даже не знаю почему так у них получается но всегда такие огромные получаются там площади такие огромные комнаты можно подумать что там вот 25 метров это спальня а она потом приходишь вы получается только где-то 12 или 10 квадратных метров но зрительно очень очень увеличивают на фотографиях всю площадь чтобы быстрее продать в принципе понимаете да так вот сколько думаете стоит эта квартира за сколько продал мой сосед свою квартиру как говорится догадайтесь трех раз но я не буду вас конечно долго томить я могу сказать что он продал эту квартиру за 200 тысяч фунтов стерлингов представляете я когда это увидела я не поверила своим ушам не потому что я знаете считаю чужие деньги или что-то но просто я знаю что эта квартира у им была куплена за 150 тысяч и за 200 продать это просто шикарно я считаю ну конечно же он там сделал ремонт он там все перед переоборудовал скажете вы ну да но насколько я знаю здесь за такой ремонт вот как ему сделали там делали у него два пенсионера два мужчины не торопливо даже по моему его знакомые какие-то но скорее всего что он им заплатил не больше двадцати тысяч фунтов стерлингов то есть получается что он в прибыли 30 тысяч фунтов стерлингов просто из воздуха за несколько лет получить за квартиру это я считаю шикарно в общем друзья во первых это конечно меня сразу как-то взбодрила я думаю что же я сижу я ведь давно хотела переехать переехать на большую землю на main land с этого острова и думаю я ведь в общем то тоже сделала преобразование в своей квартире я перестелила ковролин как вы знаете я полностью отремонтировала ванную свою ванную комнату и я поставила новый бойлер вот то есть это все вместе скорее всего что тоже немного увеличит стоимость моей квартиры подумала я вот так так что друзья я созрела и я снова выставила свою квартиру на продажу но тут понимаете они должны еще сами прийти ее оценить в общем процесс как говорится пошел вот и на следующей неделе ко мне придут оценщики ко мне придет фотограф сделает фотографии мне нужно тут все убрать красиво расположить да еще кстати вот то что я вам показала квартиру соседа видели у него там все мебелировано так вот он продает полностью квартиру свою мебелированную но он пишет по желанию но по моему там мебель у него стоит очень удачная и поэтому скорее всего что вместе с мебелью за 200 тысяч и купили получается на сегодняшний день что наш сосед удачнее всех продал свою квартиру потому что мишель продала свою квартиру по моему за 160 я что-то уже тоже подзабыла моя соседка продала за 150 ну вот а он продал аж за 200 браво браво как говорится снимаю шляпу деньги к деньгам и кстати многие именно вот таким вот бизнесом занимаются создают артели семейные или как-то кооперируются друзьями покупают на этих аукционах дешевые квартиры которые требуют ремонта модернизации они занимаются этими квартирами полностью ремонтируют модернизируют и продаются очень хорошие деньги может быть кто-то помнит кстати вот этот дом я вам показывала называется видео моё как купить дешево дом и какой это будет дом и вот этот вот как раз я вам показываю дом что его купили уже и он стоил очень очень дешево по моему что-то чуть ли не 50 тысяч фунтов его отремонтировали там была трещина на стене я тоже его видела этот дом и в общем-то даже хотела купить отремонтировать шикарный двухуровневый замечательный викторианский домик тоже вот но люди купили подсуетились отремонтировали трещину заделали и продали по моему за сто тридцать тысяч то есть больше чем в два раза они получили восемьдесят тысяч сверху чистого дохода кстати кто хочет посмотреть это видео оно для вас всплыло как обычно в правом верхнем углу друзья так что вот если кому интересно то сообщаю что я буду опять продавать свою квартиру и скорее всего буду показывать вам те варианты которые я буду искать как это все будет выглядеть тоже вам постепенно буду рассказывать если вам конечно это интересно друзья рассказывала вам уже про этот дом красивящий модерновый вот уже заселены здесь у нас на этом красивейшем месте и вот я все время когда здесь гуляю мимо я все думаю наверняка моя жизнь сложилась по-другому если бы я вышла замуж за мужчину своего возраста и за мужчину обеспеченного хотя в принципе вы знаете мой муж тоже был обеспеченный но вот уже то что он был на 20 лет меня старше это получается другое поколение и у него уже были совершенно другие интересы он буквально знаете знаете когда мы поженились он еще что-то такое пытался знаете соответствовать моему возрасту потом начал злиться когда понял что не тянет уже на молодого и он вы знаете буквально начал меня ревновать к моему возрасту вот он постоянно пытался мне доказать что я в общем для его возраста нормально что я соответствую и что вот куда бы он не пошел ему все делают комплименты и говорят что вы так молодо выглядите ой вы так прекрасно выглядите на свой возраст я говорю но я же очень этому рада какие проблемы он говорит а ты вот изменилась а ты вот теперь постарела и вот это вот знаете зависть на мой возраст она его просто съедала ну да ладно что было то прошло чего уж теперь об этом вспоминать да и кстати у меня помимо того что я решила продавать свою квартиру у меня еще есть для вас много разных новостей том числе и новости о моих новых знакомствах которых я вам тоже обязательно расскажу друзья а на этом на сегодня у меня для вас все хотелось бы услышать от вас что вы думаете по поводу квартиры моего соседа и вообще расскажите поделитесь как ваше житье бытье а я с вами на этом прощаюсь всем всего доброго всем пока пока